ребята всем привет с вами александр и у нас сегодня хороший повод для того чтобы снять видео приветствуйте его величество свирепый неукротимый король динозавров индоминус rex да его добавили в игру джурасик world evolution ну я думаю в этом никто не сомневался потому что индоминус нас есть в игре джурасик world the game он также есть джурасик world alive там он кстати умеет использовать невидимость становиться невидим что собственно говоря нам демонстрировали также в фильме да но тут его реально совсем не видно вот присматривайся и он зеленый он конечно здесь не невидимый но цвет меняет как каракатица и давайте же посмотрим как его нам представляют в нашей будущей игре которая выйдет уже на днях так что усаживайтесь поудобнее и не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на канал если вы увлекаетесь динозаврами и прочими загадочными существами поехали и как мы видели нам показали что он там сражался с анкелозавром такая же сцена у нас было подобное и фильме мирюрского периода там индоминус по проявил себя с лучшей стороны как очень развитое интеллектуальное существо до наткнувшись на панцирного динозавра он попытался его укусить понял что там броня и потом просто перевернул из-за грызь его посмотрим как он будет себя вести в парке это кстати довольно интересный момент ребятки давайте собственно говоря ребята вспомним из генов каких существ состоит наш индоминус потому что в превьюшечки нам только начали говорить но не назвали полный список и это гибрид тираннозавра дело цераптора карнотавра гиганатозавра терезинозавра цератозавра майонгозавра древесные лягушки кстати это очень ядовитое существо каракатицы и гремучий змеи а каракатица собственно говоря существо которое шикарнейшим образом может менять свою окраску есть как же не называются такие маленькие каракатицы которые ходят по дну ой забыл забыл ребят и вообще шикарная шикарная мелкое такое существо очень красивая в общем там благодаря каракатица он умеет маскироваться на что используется в джурасик ворде live но я думаю этот факт собственно говоря мало где обыгрывается только вот джурасик ворде live используется это его особенность он может стать невидимым и за в общем-то по нему атака не пройдет чет мне кажется что все таки это перебор для динозавра да и вряд ли эта особенность будет использоваться у тиранозавра в джурасик world evolution кстати вот от гремучей змеи кто не знал то индоминусу досталось возможность открывать свою челюсть на 180 градусов ребята то есть полностью раскрыть свое хавло может индоминус конечно это мало что поможет в таком-то раскрытом состоянии у него просто не будет силы укуса особого но это говорит о том что у него нижняя челюсть подвижная ну и по идее это должно как-то ослаблять его укус что же у нас ребята касательно длины то у нас 15 2 метра длина рост 6 половиной метров вес 9 тонн ну там есть кстати некоторые данные в которых написано с официального сайта что высота его 40 футов а это 12 метров то есть каким-то образом я не знаю это если он так станет на цепочки поднимет руки и не знаю какая-то можно было померить 12 метров это нереальная цифра у индоминса кстати есть еще очень хорошая такая особенность он может рычать 140 160 децибел децибел сила звука это сопоставим нас боингом 747 а еще и так скажу что все что выше 140 может человека просто сделать глухим то есть и просто имбически ему достаточно крикнуть и все упадут и еще он может развивать скорость до 50 километров в час это невероятно ребята большая цифра для динозавра столь большого веса то есть девять с половиной тонн это очень много и ну не знаю как какие должны быть его крепкие кости в ногах чтобы тушку в почти 10 тонн разгонять до 50 километров в час скорость индоминуса там где-то километров 35-40 по разным данным при том что самый крупный образец сию по последним подсчетам тоже весил примерно девять с половиной тонн но такую скорость ему точно не присваивали ну да как я и говорил посмотрел ребятки около 40 километров в час на ими а по наименьшей оценке это 18 километров в час она и выше 72 километров в час но это точно я в это не верю раптором даже дают оценку скорости ниже ну как обычно ребята учен сколько ученых столько мнений потому что палеонтология это наука не точная и кое-кто говорит что у тираннозавра были очень развитые мышцы ног и он мог бегать 40-70 километров в час это бы ребятки принципе скорость зависит от чего от прочности костей и от веса животного и к ну количество мышц которые на нем они они составляют основную массу животного чем более тяжелое животное тем медленнее она будет и если сравнивать кости тираннозавра с костью слона то его скорость не будет превышать 40 километров в час касательно и индоменса и тираннозавра до главное ограничивающая их ограничивающий фактор это то что существо весом в 10 тонн если будут бежать на скорость 40 километров не дай бог споткнется упадет она просто сломает себе все кости и умрет то есть такая вот теория имеет место быть но в то же время это применимо и к жирафам то есть жирафы очень высокие у них очень толстая шея да но они тем не менее могут бегать со скоростью до 50 километров в час рискуя да тоже упасть и покалечиться насмерть что еще стоит отметить ребятки что моделька индоменуса рекса ну как и в принципе надеюсь все модели динозавров в игре джуральского будут просто самыми лучшими и непревзойденными поскольку самая новая игра самые свежие технологии и надеюсь такое же большое количество любви к динозаврам как и у меня позволит разработчикам создать лучшую игру о динозаврах за всю историю так что в общем там модель очка у них шикарная и да возможно эту модель очку даже повзаимствовали у создателей фильма мир южского периода надеюсь они сотрудничали и будет все просто шикарно напоследок еще давайте вспомним какие были альтернативные модели индоменса вот это вообще какой-то инопланетянин вот это тоже выглядит довольно странно и еще парочка вариантов и напоследок самое ужасающее и невероятное какая мерзость а на этом все ребятки всем спасибо за просмотр и до до скорых встреч всем пока